Поднимите руки, у кого есть домашние животные. Ладно, хорошо. У кого собаки? Смотри, собачники. Да, это мы, да, да. Хорошо, классно. У кого кошки? Сидят люди и тихо ненавидят друг друга. Просто из-за того, что одних писают дома, а других на улицу надо выводить. Слушайте, я вот к чему завожу этот разговор. Просто у меня тоже есть кот, котенок. Какое-то количество времени назад он появился у меня дома. Ему сейчас один год. Я не знаю, что делать. Покажите фотографию. Это не фотошоп, я вам клянусь. Ему чуть больше года. Это реально котенок. Ворода называется Мэйн Кун. Зовут Бумер. В нем 20 килограмм. Как бы вам объяснить, как я живу дома? В общем, когда он идет в туалет, я не иду в туалет. По ощущениям могу вам сказать, на что это похоже. Как будто ты хочешь зайти в туалет, где уже какает взрослый мужик такой. Еще 20 минут потом этот мужик что-то закапывает там громко очень. Но одно хорошо, он не гадит в обувь, она ему мала. Он очень здорово мурчит. Примерно как дизель 1,6 работает. Вот так вот. Док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док. Он мощнее Део Матис. Ну, он и жрет больше Део Матис, если честно. Я на еду этого кота трачу больше, чем на себя в студенческие годы. Я, кстати, все жду, когда он сам начнет зарабатывать что-то. Потому что при таком весе и виде он мог бы хотя бы телефоны у метро отнимать. Утром приходит такой ласковый, вообще такой хороший. Знаете, у кошек есть эта привычка. Они садятся тебе на грудь и начинают так лапами, чтобы ты вставал. Я каждый раз просыпаюсь, мне кажется, что мне снился сон, где меня менты бьют 8 человек. Я вам просто про крайности, в которых мы люди дошли с нашими животными, которых мы одомашнили. У Аверина маленькая собака, такие вот, которые трясутся и не знают, сдохнут они, не сдохнут сейчас, что-то произойдет. Ну, дриштерьер я называю этих собак. Давайте покажем ее, покажем. Это вот собака Аверина. Я к Аверину приезжал со своим котом, он ее в другую комнату вывел, чтобы она ее как крысу не закошмарила, эту собаку, и не гоняла бы еще ее голову. Веселила. Вот это вот собака у Аверины. Она сожрала кусок колбасы, но у нее настолько мало мозгов, что она не врубается, что ей нельзя есть эту колбасу. Аверин вызвал скорую. Вот для этого. Приехала скорая, посмотрели ее, так пощупали, сказали, все нормально, 16500. Ребята, вы понимаете, что это 16500? Вот это вот. Не. За 20000 можно человека из тюрьмы вытащить. Вы понимаете, что этой проблеме собаки и кошки где-то тысячи лет. Кто-то задавал себе вопрос, какого хрена мы приручили их? Ведь куча других животных есть всяких разных. Давайте пофантазируем. Чего мы не приручили енота, к примеру? Это же классно. Енот-полоскун, по крайней мере, это дома как-то... Кто-то скажет, что на собаках много видов, а енот-то один всего. Ребята, это мы вывели много видов собак. Если бы мы трудились над енотом, были бы там домашний енот, енота-берман какой-нибудь. Кавказский енот большой. А кошка... Почему мы решили вдруг, что кошка это классно? Типа, кошка ловит мышей. Мы дебилы, надо было сразу приручать мышей. Кошка тупой посредник между нами и мышами. Понимаете? Мы в какой-то момент ошиблись и неправильно начали приручать неправильных животных. Мы взяли и зачем-то приручили лошадь. Как мы вообще догадались приручить лошадь? Типа, лошадь для езды, лошадь быстро ездит. Ребята, гепард быстрее лошади. Гепард изящнее лошади. Гепард круче. Надо было приручать гепарда. Серьезно. Одно название какое красивое. Гепардодром. Кормить гепарда не надо. Просто его на Ленинградку отпустил, он побегал 15 минут, вернулся сытый. Все. Какие бы песни были другие. Только с гепардом по полю вдвоем, с гепардом вдвоем по полю идет. Лошадь умерла, горе. Гепард умер, коврик. Вот. Ну правда, мы в люди просто не врубаемся. Серьезно. Они когда не задумывались, что мы кого-то из животных любим, мы моя кошка, кошечка моя, а кого-то просто ненавидим и мочим их все время. Тараканы, как увидим, шла. Ааа, тараканы, на. За что? Что он рыжий, усатый и плохо выглядит? Джигурда, рыжий, усатый и плохо выглядит. Мы же не говорим, что ааа, джигурда! Тараканы классные. Надо приручить тараканов. Ребята, они бедняги в стояке там где-то. Ждут, когда ты просто освободишь им кухню. Они самые древние. Тараканы за время, пока они на земле, они научились вести себя культурно. Они много еды не просят. Они не писают в ботинки. Ни разу не было случая, чтобы ты зашел в свою комнату, а таракан свитер трахает там. Нет. Тараканы скромные. Кошка, ты включаешь свет, она лежит, и ей все пофигу. Ааа, пришел, козел. Лежит. Только ты на кухню зашел, включил свет, тараканчики сразу, ой, простите, мы тут покушали немножко. Мы в стояк, к себе в стояк. Бо, ты босс, я таракан. Давай, давай. Есть один минус, конечно. Таракан не будет лизать тебе щеку. Но таракан перед этим не лизал яйца. Ладно, бог с ним. У кого-то дома есть рыбки? Как вообще можно догадаться дома завести рыбок? Рыбы тупые. Они даже не врубаются, что ты хозяин. Вы знаете, что у рыбы память 3 секунды? Вы понимаете, что каждая встреча с вами для них... Ого! Неожиданная камень, бро! Это кто? Это что за морда такая? Вау! Ух ты, камень! Это что, это камень, да? Йооо! Это кто? Это кто? А попугаев люди держат дома, типа, вот попугай у меня. Скажи, попка дурак, попка дурак. Да это ты дурак, попка. Чё его учить разговаривать? Попугай в институт не поступит. Не выиграет выборы в депутаты. Попугай не поедет на Евровидение и красиво со скрипачом не выступит. Он попугай. Тупой диктофон на пять слов. Попугай приносит удовольствие. Попугай приносит удовольствие. Ну, может, вам конкретно, женщины? Всем остальным мужчины приносят удовольствие. А у вас какой, волнистый или ара, чтобы понять масштаб? Я не знаю, что учите. Вы учите попугаев разговаривать? Я не знаю. Они не разговаривают. Бесполезно, да. А кто-то сидит и... Давай, Рома, 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 Рома. Пойду выпью Рома. Давай ещё. Рома, Рома. Если так уж хочется общения, лучше алкаша завести дома. Серьёзно, ты хотя бы пришёл ему. Рома, он здесь... Сёма. Если хочется кого-то научить разговаривать, надо дома завести гаишника. Его научить разговаривать. Посадить его, чтобы он сидел на палочке на своей. Это ему добрый вечер. Документы, пожалуйста. Документы, пожалуйста. Не ту птицу мы учим разговаривать, ребята. У сокола хотя бы супер зрение. Надо было испокон веков учить сокола разговаривать. Чтобы он сидел дома, смотрел в окно всё время. И знал бы только одно слово. Жена. Увидел, когда она на Войковской с работы в метро заходит? И тебе жена. Лена, Света, собираемся, уходим. Давай, давай, давай. Собака. Ты едешь в машине и смотрит в окно просто. Ты ей окно откроешь, она... Не дальше. Зачем это вообще? Жирафа надо было приручить. Серьёзно. Он хотя бы в люк выснулся бы и смотрел далеко. Увидел гаи тебе, тун-тун-тун-тун, поторпедить. Тун-тун предупредил. Гаи-гаи сбрасываем. Мы приручили овцу, козу, корову. Самое лучшее мясо у омара. Надо было приручать омаров сразу. Представьте себе, как красиво утро. Горы. Чабан на гепарде. У него отара омаров. И два кавказских енота. В октором всё это охраняют. Красиво. Мы не тех животных дома держим. Надо держать крокодила. Не можешь купить ремень? Вырасти. Чтоб жена к тебе подходила и говорила. Паслушай, дорогой, мне нужна новая сумка. Ну давай убьём Эдика. Я не за. Ну вот давай. Лежит, ждёт. Стразу решён вопрос. Ой, Эдика не будем убивать. Он такой хорошенький. У сурийских тигров осталось мало. Чё мы их не возьмём себе в квартиры и не научим ходить в лоток? Путин молодец. В костюме журавля показал журавлям, как надо лететь. Так и мы давайте брать с нашего президента пример. Тоже поселить у сурийских тигров дома и показать женой в костюмах тигров, как надо. Вот на самом деле хотел бы отметить. Владимир Владимирович, вы большой молодец. Вот этот ваш пример, когда вы полетели впереди журавлей, чтобы показать им, как надо летать, это классно. Я уже даже вижу, как Зюганов в костюме лосося показывает, как надо на нерест идти лососем. Пусть политики берут пример. А лосося откуда они знают, как надо? Если им не покажет человек с опытом и с таким уважением, они же собьются с пути. Молодец. Знаете, к чему я завел все это дело? Покажите, пожалуйста, еще раз фотографию моего кота. Друзья, котенок. Хороший, ласковый. Отдам в крепкие руки. Мои нахрен устали. Павел Воля. Люблю животных всей душой. КОНЕЦ